Коллеги, добрый день! Меня зовут Влад Лавриченко. Мы с Настей работаем, наверное, здесь в паре, потому что мы говорим о возможностях, о возможностях найти помощника вам в вашей деятельности. Если Настя говорит больше о помощниках, которые в веб-студии, которые немножко high-level, то я говорю о людях, о тех волонтерах, которые могут включиться в вашу работу, но не обычных волонтеров, а волонтеров с приставкой IT. У меня сначала пару вопросов. Скажите, кто раньше слышал об IT-волонтере? Отлично, я запоминаю. А теперь поднимите руку, кто пользовался IT-волонтером. Есть. Скажите, кто здесь считает или потенциально считает себя IT-волонтером? IT-специалистом готовы включаться в работу у других организаций. Значит, я, с вашего позволения, начну немножко издалека, так как у нас немножко различный уровень знаний и знакомств с проектом, и потом найдем общий знаменатель. Значит, проект IT-волонтер, он родился из идеи, что есть хорошие, прекрасные, добрые люди, которые готовы помогать вам в вашей деятельности. Эти люди со своей спецификой, они сидят дома, они работают за компьютерами, у них хорошее знание в программировании, в дизайне, но они тоже вот про все доброе, хорошее, у них иногда бывает свободное время, поэтому они готовы вам помогать. Мы таких людей называем IT-волонтеры. И вот чтобы они вас нашли, а вы их нашли, мы создали платформу IT-волонтер. Платформа, она работает, как и многие другие, это то место, где вы можете найти друг друга. Значит, идея очень проста. Значит, вам нужен помощник, есть люди, которые готовы предложить вам помощь. Вы вместе встречаетесь на платформе IT-волонтер. Вот если дальше немножко подробнее, как это сама механика происходит и насколько рабочий этот проект. Значит, вы в своей деятельности, так как постепенно переходите от формата традиционной, кого вы переходите в онлайн, у вас появляются такие задачи, проблемы, пожелания, с которыми вы самостоятельно не можете справиться. Ну, понятно, чтобы отрисовать логотип или там починить сайт, нужны дополнительные знания. Даже если вы представляете, как это делать, все равно нужно кому-то это делегировать, нужен помощник, который потратит свои навыки, усилия и время. Значит, у вас возникает какая-то проблема. Вот у меня есть сайт, но нужно настроить плагин. Нужно немножко обновить дизайн. Или у меня есть логотип, а я хочу его изменить. Или мне нужен логотип сделать на буклете, который я потом буду распространять. То есть это вот такие вот задачи, которые возникают в вашей текущей деятельности, но самостоятельно вы с ними не справитесь. Вы вот эти вот проблемы, задачи формируете в своего рода заявки. Они размещаются на сайте. Здесь, несмотря на то, что облачность увеличилась, не стало лучше видно, а потом я вас попрошу зайти на сайт, и мы с вами проделаем эти шаги. То есть у вас есть какие-то задачи, вы их формулируете и формируете в виде заявки. Заявка выглядит очень просто. Она должна с первого взгляда зацепить IT-волонтера, чтобы он на нее откликнулся. Значит, она состоит из заголовка, то есть «Мне нужен логотип». Очень простой, ясный заголовок. Человек, который не дизайнер, он на него не отреагирует. А человек, который действительно рисует, он у себя в голове сделает засечку «Да, это мое». Дальше. Вы в двух-трех абзацах описываете, что это за задача. Некоторые задачи, они очень объемные. Например, сделать логотип, если вы это пишете. На самом деле это может от собой подразумевать очень большую задачу. Вы представляете, что да, мне нужен логотип, а на самом деле вам нужен, может, целый фирменный стиль поменять в организации. Поэтому вы кратко пишете описание. «Да, мне нужен логотип, сейчас у нас его нету или у нас есть такой, посмотрите, мы хотим на основании его сделать что-то новое». Это краткое описание к задаче. И далее обязательно вы представляетесь. Потому что для многих людей непонятна специфика некоммерческих организаций, чем вы занимаетесь. Поэтому вы должны представиться, вы должны дать понять, что вы социально ориентированная, социально значимая. Это очень важно, потому что, несмотря на то, что дизайнеры-программисты – это как бы обычные люди. Вот они среди нас, они ходят в те же магазины, они водят детей в садики, но они просто немножко мыслят по-другому. И поэтому надо им в двух-трех предложениях дать понять, что вы реально классные, и вы благодаря, например, этому логотипу сделаете какое-то одно доброе дело. То есть здесь надо такой ракурс придумать, такие слова подобрать, чтобы действительно человек, который занимается обычной своей рутиной, он каждый день делает эти логотипы, и он понял, что именно ваш логотип это спасет, поможет. Не знаю, ну вот это очень важно. Значит, это со стороны заявителя. Значит, вы заходите на сайт и формируете заявку. Описываете действительно подробно, что вам нужно, хорошими, красивыми словами, чтобы человек, который сидит с другой стороны экрана, он вас понял, ваш подсылок. Значит, задачи действительно бывают разные. Мы говорим, что проект IT-волонтеров подразумевает, что там IT-специалисты, но мы создаем очень широкую рамку. IT-специалисты, в нашем понимании, это все те, которые могут выполнить вашу задачу, находясь дома за компьютером. Например, человек, который помогает настраивать проекты на краудфандинговой платформе, в нашем понимании, это тоже IT-специалист, но он немножко связан и действительно может вам удаленно помочь. Значит, здесь задачи не ограничиваются, и мы не ограничиваем только дизайном, созданием сайта и так далее. Есть задачи по переводу, условно, те, которые можно сделать за компьютером удаленно. Значит, все-таки, почему IT-волонтер – это классно? С одной стороны, у вас есть возможность найти помощника себе для решения конкретной задачи. У вас есть конкретная задача, вы ищете исполнителя. С другой стороны, если исполнитель вам вот сейчас не подошел, или задачу вы решили каким-то другим способом, у вас есть уже контакт человека, который занимает вашу позицию, он готов с вами дальше коммуницировать. Вы записываете этот контакт себе на будущее, и уже у вас есть в коротком списке люди, к которым вы можете обратиться в следующий раз. То есть это как бы засечка на будущее. Плюс это такая возможность установить контакт с сообществом. Если вы что-то не понимаете и не уверены, что Google вам поможет, то вот тут вот есть люди, которые могут просто проконсультировать. Как бы это не страшно написать вопрос, какой-то глупый вопрос, и вам ответят, но с пониманием, вам помогут правильно написать заявку, если вы не уверены, что подберете красивые слова. Вас проконсультируют или помогут написать техническое задание, если вы понимаете, что вот здесь помощника не найдете, а готовы заплатить деньги и идти, например, через пасеку в веб-студию. Вам нужно ТЗ, чтобы прийти и что-то дать специалисту. Здесь тоже вам помогут. Почему это классно? Потому что это общение. Очень часто бывает, что люди в разных из сфер, они замыкаются, и нет вот такого канала коммуникации, когда можно поговорить или что-то обсудить. Понятно, это не чат или просто какой-то форум, это по делу, да, через ваши заявки, но тем не менее. Почему IT-волонтер – это полезно, полезно для вас? Вы можете решить свои задачи, это раз. Во-вторых, вы сами проговариваете задачи. Очень важно для некоторых, которые впервые сталкиваются с проблемой, подобрать какие-то слова, правильно донести свою мысль, но бывает это очень сложно. Поэтому вы пишете в виде заявки, и таким образом вы сами можете со стороны посмотреть, что же вы написали, что же вы говорите. Плюс у вас эта заявка, она находится на платформе, даже если вы в данный момент не нашли помощника, вы можете вернуться к этой заявке позже, ее обновить, дописать, что-то додумали, обновили задачу. Если у вас есть несколько возможностей поиска программистов, чтобы с каждым не говорить, не объяснять вашу проблему, вы можете перекинуть ссылку на вашу задачу. Посмотрите, я уже написал, вот здесь вот мне нужен какой-то помощник. Можете расшарить в Facebook, если понимаете, что у вас где-то там в подписчиках есть хорошие люди. Кидаете ссылку, и вам уже не надо еще раз сделать пост. Это очень удобно, это полезно. И все-таки, IT-волонтеры – кто это? Вот если посмотреть за экран, кто это тот человек, который прочитает вашу заявку? У нас сейчас порядка двух тысяч пользователей на платформе, из них порядка ста человек – активные волонтеры, которые готовы ежедневно или с периодичностью включаться и помогать. Кто они? Чтобы знать все-таки, на что рассчитывать, какую помощь они могут оказать, и какое вознаграждение им нужно. Значит, мы выделили несколько фотографий, тут фотографии прекрасных людей. Елена Евдокимова – дизайнер, пользователь под псевдонимом Диана Сарнова. Я просто говорю, вы представляете, здесь прекрасный человек. Изображал. Ее даже видно. Глаза, наверное, видны. Так, Галина Лобас – дизайнер. Там был Владислав Копен, начинающий программист. Значит, там все-таки кто это? Значит, я с коллегами для себя разделил IT-волонтеров, условно, на несколько групп. Первое. Это студент, в кавычках. Это не обязательно человек, который учится в университете, но это специалист, который только начинает работать. Он выучил, он научился чему-то, ему нужны задачи, на которых он может потренироваться. Именно ваши задачи могут стать для него очень хорошим примером, кейсами реальными, на которые можно потренироваться. Таких людей не стоит опасаться. Это специалисты, несмотря на то, что они начинающие. Но у них очень хорошая мотивация. Они вас видят помощником. То есть, не наоборот. Они вот к вам обращаются, говорят, дайте мне какую-нибудь задачу, я вам нарисую логотип, несколько логотипов. Может, они вам не понравятся, но тем не менее у вас будет возможность дальше его доработать или будет какой-то рабочий вариант черновой, который вы сможете доработать. То есть, это студенты, которые учатся, они заинтересованы в вас, поэтому, если к вам обращается человек, к которому в профиле написано, что последние два года самостоятельно изучаю. То есть, это вас не должно пугать. Честно, человек открыто говорит, что он только делает первый шаг, и поэтому готов включиться в вашу работу. Здесь Максим Туранский, один из IT-волонтеров. Следующий тип – это молодые специалисты. Те, которые уже работают в своей сфере, они уверены, это действительно специалисты-специалисты. Какой у них интерес? Они в вас видят хорошие кейсы для своего портфолио или резюме. Действительно, у некоторых, многих некоммерческих организаций есть задачи нетипичные. Есть поле для креатива. И поэтому ваши, на первый взгляд, задачи, они у специалиста могут вызвать интересный ажиотаж, и человек, который работает, может, даже хорошо зарабатывает, он откликнется с удовольствием, чтобы потренироваться, расширить какие-то свои навыки или войти в новую сферу некоммерческую. Что значит социальное? Как это может дальше ему помочь? Ну, например, Вера Комарова. Опять же, не виден слайд. В ноябре 2015 года, я зачитываю из профиля Веры, в ноябре 2015 года, окончила курсы полиграфической верстки и графического дизайна в Политехническом колледже. Опыт работы пока небольшой, но училась отлично. И владею программами, перечисление программ. Значит, специалист, работала, отучилась. Тоже очень хорошая, сильная мотивация. И если вам откликнется Вера Комарова, ну, это очень не круто. Ну, или похожий специалист. Есть опытные специалисты, те, которые уже много лет, они работают. У них мотивация тоже очень сильная, интересная. Эти люди что-то ищут для себя совершенно новое. Они хотят выйти из рутины, найти какие-то контакты. Иногда они видят у вас потенциального заказчика. Сейчас у вас нет денег или небольшой бюджет, но через год, через два, если вы хорошо сработаетесь, посотрудничали, у вас могут быть какие-то очень хорошие деловые отношения. Поэтому опытные специалисты, они тоже есть на платформе, они откликаются, у них свой интерес. Ну, это веб-студия, о которой говорила Настя. Они, в том числе и на платформе IT-молонтер, ищут для себя хорошие, интересные кейсы. Значит, хотел бы обратить ваше внимание, что, несмотря на то, что многих IT-молонтеров мы знаем, некоторых мы знаем лично, есть люди, которые регистрируются, как на многих сайтах, у них примерно, вот, вы ничего не видите, так же, заходя в их код, в профиль, у них вот пусто, абсолютно пусто. Какое-то имя и пустота. Вот попадаются такие люди, поэтому будьте осторожны, наверное, и в переписке сразу начинайте коммуницировать издалека, ну, а кто вы, что умеете делать. Ну, такие пользователи тоже у нас попадаются. И все-таки, напоследок, хотел бы посоветовать вам, сегодня, может быть, придя домой, попробовать эту платформу, если у вас будут сразу какие-то замечания, что-то сразу бросится в глаза, можете мне написать. Я, наверное, с вами со всеми переписки, меня зовут Влад Лавриченко, я вам письма отправлял. Если есть необходимость сделать первую заявку, я вам, может, возможно, по вашему желанию, помогу ее правильно, красиво написать, правильно, как вы представляете, и со своей стороны, может, какие-то будут рекомендации. Предложение есть? Да. Ну, во-первых, большое спасибо за очень важную информацию. Вы знаете, что в следующем году будет семейный фестиваль молодежи и студентов в стране? Федеральное агентство молодежи объявило конкурс эмблем. Ну, конечно, это, видимо, будет оплачиваемая работа. Я готов вам прислать все документы. Включайтесь, пожалуйста, и включайте своих волонтеров. Может быть, заработают. Как вас зовут? Владимир, дружим. Владимир, можно я к вам потом подойду? Хорошо. Обменяемся. Да, хорошо. Коллеги, спасибо большое. Я думаю, что действительно вы будете пользоваться, потому что мы верим в этот проект, мы верим в людей, которые находятся где-то далеко в других регионах за компьютером, которые действительно могут вам помочь. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»